Тема урока «Весенний труд». Давайте вспомним, какие народные приметы зимних и весенних дней предсказывают погоду весной. В народе говорят, не всё коту Масленица, будет и Великий Пост. В первый день поста прогоняют Масленицу со двора, прибирают дом. Великий Пост – это время между Масленицей и Пасхой. Семь недель христиане постятся, едят растительную пищу и рыбу. Но самое главное во время поста – молиться, трудиться, никого не обижать, делать добрые дела. Так человек учится ограничивать свои желания и требования, воспитывает волю. Семь недель весеннего поста ведут к празднику Пасхи. Это пора особых трудов. В старину женщины ставили на всю весну в доме ткацкие станы. Из ниток, что напряли за долгую зиму, ткали умелые женские руки, холсты. Девушки шили и вышивали себе приданное – полотенца, скатерти, нарядные рубашки. Мужчины проверяли зерно к севу, готовили плуги и бороны к ранней весенней пахоте. Придет время, и после пахоты бороны будут рыхлить почву и разбивать крупные комки. А пока до пахоты и сева мужчины чистили и прибирали подворье, чинили то, что прохудилось и поломалось. Помогали им хорошие помощники. Послушай загадки и отгадай, какие это помощники. Сам худ, голова спут. На работу вышел, всяк услышал. Что это такое? Молоток. Поклонюсь, поклонюсь, а потом и повалюсь. Это топор. Зубастый зверек грызет свизгом дубок. А это пила. 6 мая – день памяти святого Георгия Победоносца. В народе про этот день говорили. Егорий Вешний землю волшебными ключами отмыкает, зеленую траву из-под спуда выгоняет. На Егория Вешнего первый раз после зимы веткой вербы выгоняли на пастбище на свежую травку домашний скот. Коров, лошадей, овец. 15 мая – день памяти святых князей. Бориса и Глеба. В народном календаре этот день называли «Борис и Глеб – сеятели». В старину говорили «Борис и Глеб сеют хлеб». Главная забота весной – вовремя посеять и посадить растения. Ранней весной сеют пшеницу, овес и некоторые другие растения. В конце весны высаживают картофель. В огородах люди сеют семена редиса, моркови, свеклы и других овощных растений. Сажают выращенную в тепле рассаду помидоров, капусты. С приходом весны люди выпускают на выгулы и пастбище домашних животных. Из зимовников выносят ульи. Пчелы начинают собирать нектар с цветущих растений. В начале весны в садах стволы деревьев надо побелить, чтобы их не обожгло солнце. Ведь оно становится все ярче и горячее. В парках, скверах, на улицах городов и сел убирают мусор, сажают кустарники и деревья. Проверим себя. Какие заботы в старину весной были у женщин и мужчин? Женщины весной ткали холсты, шили и вышивали себе приданное, прибирали в доме. А мужчины готовили плуги и бороны к весенней пахоте, прибирали подворья и чинили то, что прохудилось и поломалось. В какой день домашних животных в старину первый раз выпускали на пастбище? Это день памяти святого Георгия Победоносца, 6 мая. Какие работы весной проводят в поле? Весной сеют пшеницу, овес и некоторые другие растения. В конце весны высаживают картофель. Какие работы весной проводят в огородах? В огородах сеют семена редиса, моркови, свеклы и других овощных растений. Высаживают рассаду помидоров, капусты. Как изменяется весной жизнь домашних животных? Весной домашних животных выпускают на выгулы и пастбище, на свежую травку. Выносят ульи из зимовников. Что делают в саду с приходом весны? В саду белят стволы деревьев, чтобы их не обожгло солнце. Убирают мусор, сажают кустарники и деревья. Сделаем вывод. Весна – важная пора в жизни природы и людей. Своя работа весной у мужчин и женщин. Главная забота – вовремя посеять и посадить растения. Чем лучше трудишься, тем веселее праздники, тем радостнее жизнь.